новинка конца 2020 года bluetooth колонка от тронсморт мега pro 60 ватт привет с вами лиги ты дождались вот и тронсморт выпустил свою 60 ватт ную колонку с приставкой pro ну а точнее у них уже был вариант 60 ваттной колонки t6 max но как видите это скорее домашний девайс который кстати отлично звучит и очень хорошо смотрится в интерьере ну а тут явный ответ бюджетным мощным колонкам которые я ранее также обозревал на своем канале ну и раз уже затронула тему цены скажу честно ожидал что она будет дороже однако тронсморт видимо решил забрать и эту нишу такого вида колонок выставил в цену в 92 доллара ну то есть на данный момент где-то 6960 рублей заказывал я естественно с официального магазина тронсморт на алиэкспресс причем со склада россии и бесплатная доставка курьером прямо до двери моего дома заняла около пяти дней что ну я считаю очень быстро давайте же посмотрим как она поставляется что входит в комплектацию что она вообще может ну и конечно же как звучит поехали упаковка в традиции ход тронсморт выглядит очень презентабельно ну и сама колонка хорошо зафиксирована в ней ну и как только вы ее берете в руки сразу ощущаете вес который составляет 1796 грамм комплектации коротенький шнурок аук с джеком три с половиной для подключения какому-нибудь проигрывателю ну а в черном стильном конвертике находится разная макулатура такая вот визитка с обозначением соц сетей контактов почты и тому подобное пояснение об инновации присущей в этой колонке sound plus ну и конечно же инструкция причем в которой наконец-то появился русский язык красиво уложен коротенький шнурок для зарядки с юсб на тайп си ну а под этой пластиковая площадка находится силикагель для удаления влаги с упаковки и вот такой брендированный кстати приятный на ощупь мешок очень приятный на ощупь материал какая-то вот прям soft touch прорезиненная такая структура воду не впитывает как на капусте слетает в общем классный такой мешочек что тут сказать друзья когда вы возьмете эту колонку в руки вы понимаете что это качественно заводская вещь внешне напоминающий прошлую версию колонки с мощностью 40 ватт это хорошо потому что прошлая версия колонки хорошо себя зарекомендовала вот это все металлическая сеточка сверху такая soft touch резина все выполнено монолитно без каких-либо вещей качество сборки на высшем уровне через прозрачную сеточку хорошо проглядываться два средне высокочастотных динамика и один низкочастотный динамик мощностью в 40 ватт по размеру точно такой же как джебель экстрим 1 и экстрим 2 большую часть обратной стороны занимает огромная пассивка здесь же на обратной стороне находится герметично очень плотная кнопка включения и под резиновой заглушкой слот для т.ф. карт разъем aux type-c и юсб 20 на самом деле редкий такой состав всех необходимых разъемов класс пылевлагозащиты айпикс 5 то есть под дождь в ней попасть можно погружать колонку в воду конечно не рекомендуется управление сенсорная кнопка вызова голосового помощника кнопка м меняет режим и bluetooth aux sd карта следующая кнопка для того чтобы подключить в пару точно такую же колонку транспорт мега pro кнопка и ки отвечает за три разных режима эквалайзера цвет светодиода показать каком режиме она находится далее стандартные кнопки вперед назад play пауза регулировка громкости сделано очень интересно можно вот таким вот образом прибавлять убавлять звук но не забыли про nfc чип который может быстро сконнектить вашу колонку с вашим смартфоном 5 вольт 3 ампера аккумулятор с емкостью 10400 миллиампер часов который от 0 до 100 заряжается за 4 часа заряда которого при громкости в 50 процентов хватает на 10 часов бесперерывного прослушивания музыки это кстати так и есть в режиме ожидания около 24 месяцев очень здорово что есть световая подсветка в том числе световая подсветка кнопок которая поможет в темноте лучше и проще ориентироваться в управлении кнопок версия блютуза 5.0 то есть 10 12 метров от устройства спокойно частотный диапазон от 20 герц до 20 килогерц габариты 250 на 82 на 104 миллиметра при подключении колонка в смартфоне быстро обнаружилось и легко добавилось и что хорошо в смартфоне видно уровень заряда аккумулятора при зарядке пока колонка заряжается буковка м светится красным цветом и что здорово эта колонка можно пользоваться как пауэрбэнком и случае чего зарядить к примеру свой смартфон что сказать совокупная мощность колонки действительно составляет 60 ватт который по техническим характеристикам по большей части сориентирована на звук 2.1 на первом плане которого находится мощный сам вуфер обещающий что-то колонка легко справиться с громкой музыкой на низких сложных частотах на которых многие колонки возможно будут хрипеть давайте узнаем что может эта малышка ну что что ребятки самое важное давайте послушаем как она звучит к сожалению невозможно никак технически мне передать вот то звучание которое услышу я никакая бинарная голова никакое звукозаписывающее оборудование но не способна на это потому что вы это все равно будете слушать через динамик своего смартфона через какие-то наушники наушники бывают разные они могут стоить там 20 тысяч могут стоить там 150 рублей где-нибудь там с перехода вокзала вы это можете слушать на динамиках компьютера динамиках планшета динамиков ноутбук и все это будет звучать абсолютно по-разному именно поэтому поделюсь с вами субъективным мнением своими эмоциями еще и не включал сейчас вместе с вами запустим трек сразу же делаю ремарочку то что трек будет естественно не какой-то известный что дабы не нарушать чьи-то авторские права поэтому запустим что-то из библиотеки youtube но из опыта прошлого видео отдалю это колонку немного дальше от петлички чтобы не было вот этого треска потому что динамики слишком близко находится к микрофону вот так вот ее поставим и включаем какой-нибудь трек а ну и кстати друзья таким тоже инновационным отличием среди других колонок есть вот такая фишули как переключение разных режимов эквалайзера данная колонка поддерживает три режима и вот здесь вот очень удобно в инструкции теперь уже на русском языке они объясняются во первых как их переключать при помощи этой кнопки и кью а во вторых вот это вот подсветка эквалайзера разными цветами обозначает в каком режиме находится колонка значит и если у нас индикатор не светлый значит колок находится в режиме глубокого баса если у нас зеленый к примеру индикатор значит это 3d то есть более объемный такой сбалансированный звук ну и если у нас синий это значит вокал ну то есть более сбалансированный высокий средний частот а низкий немножко опущен и звук только ценникам там был максимал очка блин вроде бы вас сейчас должен быть слабее при этом столб прям изрядно вибрирует здесь 3d классный эффект ну громко ну Вокал ну прикольно сразу могу сказать мне пока что но это треки не очень громкий на самом деле поэтому не кажется звук очень громким но то что звук очень чистая примут нас все сто процентов говорю справляется со всем диапазоном частот эквалайзеры действительно звучат абсолютно по разному бас он прям очень сильно доминирует над ну да в режиме басом очень сильно доминирует над средними и высокими частотами в режиме вокала самые высокие частоты становятся именно верхние и режим 3d очень интересно но пока его не понял именно по звучанию потому что ну музыка своеобразная да но то что он такой круговой и создает эффект стерео прям хороший эффект стерео понятно что здесь два динамика здесь стерео так и так но создает какое-то погружение в музыку и мне кажется вот как саундбар эту колонку можно спокойно использовать давайте еще поактивнее треки какие-нибудь пассивка рубит жёстко вообще вот это мне кажется 3d прям зайдёт вот эта колонка здесь, а звук кажется вот здесь вот эта колонка здесь, а звук кажется вот здесь синий более басистый, прям значительно басистый, чем зелёный то есть с вокалом более басистый, при 3d значит выключается ну а тут вообще баса рубит супер баса резёт синий вставляется вставляется рука режет бас самое интересное, что мне эта музыка больше понравилась в режиме как раз таки 3d в таком случае она кажется громче, при том низкие частоты не пропадают, потому что сама музыка по себе достаточно басистая такая, и при этом колонка на максимальном звуке вообще показывает очень чистый звук, бас вообще никуда не пропадает, ну короче прям зачетно, давайте еще посложнее так резюм в режиме вокала, то есть средний высоких частот, немножко как бы гасится конечно бас и вот такие мелодии не стоит на них слушать то есть либо 3d, если допустим очень мясистая музыка и вам не нужно вот это сильно преобладание баса, можно включить 3d и 3d очень хорошо заходит басов вполне достаточно, но а в басах, вот сейчас послушаем, в басах конечно немножко средние и высокие пропадают вот бас ну да, и соляк 3d вокал бас короче мне больше всего понравился зеленый режим, если слушать вот такую вот музыку, которая сложная где есть ритм гитары, где есть бас гитара, барабаны, тарелки, все это переплетается, все это сложное когда мы слушаем в вокале, то пропадают низкие частоты в вокал, ну то есть вот эти вот тарелки, соло гитара, они сразу же наверху и как-то низ получается как бы смешивается когда мы включаем супер бас вот в таких сложных композициях наоборот получается, что бас очень сильно преобладает, а средние и высокие частоты как-то вот проседают а вот в 3d режиме, я бы не сказал, что баса, ну это музыка сама по себе басистая, я бы не сказал, что его не хватает зато он звучит очень чисто, очень насыщенно и очень объемная музыка короче бас и 3d мне прям зашли, очень чистое звучание, очень кайфово слушать просто если вы любитель басистой музыки, то прям бас включаете, вы будете от нее кайфовать по-любому он очень чистый, вообще здесь даже и мысли нет, что он там не справляется, что какой-то требуем, как будто будет что-то скрипеть и так далее даже на очень басистой музыке вообще легко бас воспроизводится на максимальной громкости 3d мне очень понравился, она насыщенная, бас никуда не пропадает, все частоты в правильной амплитуде блин, ну круто звучит, реально круто, друзья хорошая колонка, единственное, что мне казалось бы, было бы здорово, если бы она была бы чуть-чуть погромче потому что от такой огромной колонки, ну, я ждал погромче звук может быть, конечно, мне сейчас так кажется, потому что я слушал недавно другую несколько технику вообще, что касается громкости, я эту колонку тихо, вообще и близко не могу назвать просто прослушал на вот этих треках, они звучат не очень громко если включать свои любимые треки, ну, более популярные, которые, к сожалению, не могу вам сейчас запустить они звучат очень даже матеро, очень даже чисто и прям действительно получаешь удовольствие об этой колонке прикольно, что сенсорная панель очень интересно выполнена можно вот так вот убавлять звук, прибавлять звук, можно просто на плюсик нажимать и то, что это все подсвечивается, это вообще огромное преимущество не знаю, почему на других колонках и предыдущих колонках вот Tronsmart так не делали ну, может как-то технически сложно и добавляет цену но это вообще, конечно, огромный бонус, потому что если стемнело если вы слушаете музыку в темноте, то вот это прям огромный бонус конечно же и огромный бонус это NFC прислонили вот так вот свой смартфон и колонка уже включилась теми настройками, которые у вас были запрограммированы ранее ну и еще такое нововведение, то что сделали в этой колонке это тоже может быть на самом деле, может быть редко, но может пригодиться то, что здесь добавили обычный USB разъем этот разъем не просто так здесь присутствует он для того, чтобы в случае чего, если ваш смартфон разрядился вы можете воспользоваться этой колонкой в качестве пауэрбэнка и подзарядить свой гаджет друзья, ну и если подытожить, то колонка мне действительно понравилась очень чистое звучание, особенно в режиме, ну это моя вкусовщина да, это мой вкус, особенно в режиме 3D, когда этот огонечек светится зеленым здесь не пропадают низкие частоты, здесь просто все сбалансировано плюс добавляется какой-то громкости, какого-то объема и вот эта колонка вот именно в этом режиме, мне кажется, смело может конкурировать с колонками которые стоят гораздо дороже ее то есть за цену около 7000 рублей, сколько на данный момент стоит эта колонка я считаю, что цена полностью оправдана и она того стоит конечно, очень здорово иметь две такие колонки включать их в паре, это будет совсем другой эффект, я более чем уверен при этом даже одна колонка дает кайф от чистого звучания музыки даже на максимальной громкости в общем, я и доволен, ссылочка на нее вы можете найти в описании под видео именно поэтому переходите, заказывайте я уверен, вам она понравится и смело поэтому рекомендую ну а для меня будет лучшей благодарность, если ты, дорогой друг подпишешься на мой канал, если не подписан поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях и вот приятный комментарий замотивирует меня продолжать стараться для вас тебя пустяк, а мне вот сильно поможет с вами был Ёж, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok